Вас рада приветствовать рубрика по вашим письмам в студии Наталья Гечев. Здравствуйте! Полезная информация пару ближайших минут. Анна Александровна отправила вопрос в рубрику. Общедомовый счетчик на отопление не работал полтора месяца. Как праведно должны нам были произвести расчет по отоплению за это время? Перерасчет Анны Александровны должен был быть произведен, исходя из среднемесячного потребления. В случае временного выхода прибора учета начисляется среднемосьмесячное потребление за предыдущий период на данном этапе. Когда счетчик восстановлен и повторно запущен в данную эксплуатацию, должна обязательно эта процедура пройти в соответствии с правилом наказания данной услуги с поставщиком согласована. В дальнейшем мы входим в режим реального фактического потребления и в дальнейшем идет потребление уже по конкретным показаниям счетчиков. На данный период среднемесячная плата за предыдущий период. Еще успеваем ответить на один вопрос. Альфия Зухрабовна нам его задает. Я воспитываю приемного ребенка-инвалида, то есть являюсь воспитателем в приемной семье. Инвалидность установлена, когда ему было 6 лет. Мой стаж работы 25. Ребенок до сих пор живет со мной. Сейчас мне 52 года. Могу ли я досрочно выйти на пенсию? Вопрос узконаправленный, но нам удалось получить ответ на него. Законодательством предусмотрено, что право досрочного выхода на пенсию на 5 лет предоставлено опекунам или родителям-инвалидам с детства. Поэтому просто воспитателю инвалида с детства. Поэтому мы, естественно, определяем статус этого гражданина, который осуществляет уход за инвалидом с детства. А при этом второе важное условие – уход должен осуществляться за ребенком до достижения 8-летнего возраста. Поэтому период ухода также анализируется органами пенсионного фонда. Естественно, мы также учитываем и время установления инвалидности самому ребенку. Вот с учетом всех этих показателей и назначается досрочная пенсия родителям или опекунам-инвалидам с детства. Это все вопросы на сегодня. В следующий раз может прозвучать и вами поднятая тема. Письма ждем на электронный адрес либо в информационно-справочную службу. Всего доброго!